Если вы когда-нибудь задумывались о переходе на вегетарианское питание, но вас останавливал страх, сможете ли вы без мяса и что вообще готовить, опасались проблем со здоровьем, которые рано или поздно возникают из-за недостатка белка и витаминов, тогда вам стоит присмотреться внимательнее к программе, которая очень напоминает вегетарианство, но все же включает животный белок. Входит в топ-3 самых полезных и эффективных диет по рекомендациям ВОСЛ. Первое место занимает средиземноморская программа питания, вторая даже диета и третья флекситарианская диета. О ней и поговорим сегодня. Здравствуйте! Меня зовут Светлана Никичук. Я нутрициолог, спортивный диетолог и фитнес-тренер. Рада, что вас заинтересовал мой канал о здоровом питании. Обязательно посмотрите другие мои соцсети. Там намного больше о том, как снижать вес надолго, при этом улучшать свое здоровье. Ну и, конечно же, там есть личный контент. Куда без него? Ссылки я оставлю под этим видео. ВОСЛ также опубликовала и антирейтинг диет. Это кето-диета, система Body Reset и программа Дюкана. Они были признаны антинаучными и несбалансированными. Флекситарианская диета очень похожа на вегетарианскую. И, скорее, ее подобие, но не такая категоричная. Людей, которые ее придерживаются, называют флекситарианцы. Вообще, только за одно название уже хочется им быть. Ну, или хотя бы попробовать. Первые упоминания о ней зафиксированы в 92-м году. Некто Хельга Моррис назвала свое питание флекситарианским. И лишь 17 лет спустя, в 2009-м, американский диетолог Доун Блатнер выпустила книгу «Гибкая диета. Преимущественно вегетарианский способ похудеть, стать здоровее, предотвратить болезни и добавить несколько лет к своей жизни». Цель, которая преследует флекситарианская программа питания, это снизить количество белка в рационе, но не исключить совсем. Разнообразить рацион питания овощами и цельными продуктами. Мягко нормализовать вес. Наладить пищевое поведение и пищеварение. Снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск сердечно-судистых заболеваний. Профилактика сахарного диабета и онкопатологии. Это пирамида флекситарианской программы питания. По ней видно, что в рационе нет строгих запретов и жестких мер. Основа пирамиды и, естественно, больше процентов в рационе состоит из зелени, овощей и фруктов в свежем виде и приготовленной щадящим способом на пару, тушение и запекание. Чуть меньше по объему приходится на цельные продукты. Они также преобладают в гибкой программе питания. Крупы, бобовые, сортов, макарон твердых сортов. Выше орехи, молоко и несладкая кисломолочная продукция. Ее должно быть не менее 2-3 порций ежедневно. Яйца, растительное масло, специи, соусы без добавления сахара и натуральные сладости. Горький шоколад, сок топинамбура или финики. Лишь 2, максимум 3 раза в неделю допустим животный белок. Это могут быть нежирное мясо или рыба, но не более и не менее 300 грамм в сутки. По рекомендациям уклон все же делается в сторону рыбы. Если совсем убрать мясо и оставить только рыбу, то это уже будет пескетарианство. А если оставить еще и молочку и яйца, то лакто-ово пескетарианство. Из мяса подойдет курица, индейка, кролик, телятина. Если брать говядину или баранину, то только вырезку. Белое мясо в приоритете. Из рыбы, треска, камбала, хек, минтай, речные сорта, это щука, окунь, судак, содержание жира не более 4%, но голод утоляют прекрасно. Да и белок хорошо усваивается. Это и есть лучшие характеристики для белковых продуктов. За счет уменьшения количества тугоплавких жиров и увеличения хороших полиненасыщенных, оливковое масло, льняное, авокадо, уровень плохого холестерина в крови снижается, а хорошего повышается, что собственно и есть основная профилактика заболеваний сердца и сосудов. Недопустимы ультрапереработанные продукты. Как их распознать? На самом деле все просто. Все продукты, которые уже готовы к употреблению, имеют длительный срок хранения, хорошо выглядят в упаковке, сколько бы ни пролежали и даже без соблюдения текста, температурного режима. Сахар на первых позициях в составе. Чтобы приготовить, нужно меньше времени, чем обычно. Если продукт у вас в руках содержит одну из вышеперечисленных характеристик, кроме того, его состав на пол коробки, задумайтесь, нужен ли он вам, полезен ли, на что он повлияет, оказавшись в желудке. Флекситарианскую диету сравнивают с вегетарианской, но приверженцы только растительного рациона считают ее в корне неправильной и не имеющей ничего общего. Напомню, что вегетарианство – это не одна из разновидностей программ питания, а идеологическое и этническое отношение человека к продуктам. Блюда флекситарианской диеты готовят щадящими способами. Варим, тушим, запекаем. Переходят на диету плавно. Новички стартуют с одного дня в неделю без белка и далее двигаются, не торопясь, пока пять дней в неделю не будут преимущественно вегетарианскими. Не стоит думать, что флекситарианский набор продуктов, овощи, злаки, молочка сделают ваш рацион скучными и бедными. Разнообразие овощных блюд, наоборот, увеличивается, как и вкусовых открытий. Приходите на мой мини-курс-цех и убедитесь в этом сами. Он длится только две недели, но плана меню вам хватит более чем на два месяца. Попробуйте, как легко снижать вес без преобладания мяса в рационе. Возможно, это то, что вы давно искали, но боялись попробовать. Плюс снизите вес и улучшите рацион. Обновитесь по рецептам. Запеканки, рулеты, рагу, салаты, супы и каши. Вся программа написана очень подробно. Мы стартуем уже 16 октября. Подробности по ссылке под этим видео. Два белковых дня – это нерушимое правило флекситарианской диеты. Меньше нельзя, чтобы получить 20 аминокислот, витамин В12, кальций и цинк, которые поступают только с животным белком. И это довольно весомый недостаток вегетарианского питания. Необходимость в применении БАДов возрастает, а вот покрывается ли, вызывает большие сомнения. Только ваша фантазия ограничивает, что приготовить в белковые дни. Но важно помнить, что мясо и рыба, и к этому плюс то, что было в вегетарианские дни. То есть объем овощей, зелени, круп не должен снижаться или отсутствовать совсем. А также составлять основу питания. На каждый прием пищи должно приходиться 25% белков, 25% долгих углеводов и 50% овощей, жиры само собой. В белковые дни 25% будут представлены в основном блюдами из мяса и рыбы, а в вегетарианские – растительными белками и молочной продукцией. Калорийность основных приемов пищи несколько необычна, но легко запомнить соотношение завтрака, обеда и ужина. 3, 4, 5. Причем обратите внимание, максимально плотный прием пищи – это ужин. Режим питания 5-разовый. На завтрак примерно 300 калорий, перекус не более 100-150, обед 400 калорий. Второй перекус также 100-150, на ужин 500 калорий. Непривычно, да? В других программах питания обычно по снижению веса ужин – это самый низкокалорийный прием пищи. Но такое распределение снижает вес и очень даже эффективно. Исследование, которое длилось 18 дней и в котором приняло участие более 1000 человек, показало, что те, кто снижали вес на флекситерианской диете, худели на 2 кг больше, чем те, кто придерживался других программ питания. Суточный калораж мягкой диеты вполне обычен. 1400-1800 калорий. Смещение пропорций белков, жиров и углеводов позволяет достичь значительных результатов в снижении индекса массы тела, уменьшить окружность талии и количество висцерального жира. Снижать вес при таких пропорциях безопасно и приятно в отношении чувства голода. Клетчатка и долгие углеводы всячески этому способствуют. Важно есть много овощей и фруктов. Фактор объема порции нам тоже очень важен. Да, белки снижены, но дефицита в них не будет. А это очень важно в плане насыщения и уменьшения тяги к сладкому. К тому же нет потери мышечной массы, а только жировой. Скажем, если вы уже снизили вес до желаемого, но хотели бы начать работу с качеством тела, то флекситерианская диета отличный вариант, чтобы добиться уменьшения подкожно-жировой клетчатки. Внешние изменения подкрепляются оздоровлением, снижением артериального давления, рост полезной микрофлоры кишечника и снижением показателя холестерина и сахара в крови. Противопоказаний к флекситерианской диете практически нет. Разве если вы активно занимаетесь спортом не менее 5 раз в неделю по 2 часа, то потребность в белке у вас значительно выше средней. Лучше всего пробовать конец лета-осень, когда сезонных овощей в изобилии, в них много витаминов, а стоимость минимальная. Но если вы решите остаться на ней и дальше, то и в другие сезоны не испытаете трудности по разнообразию рациона, и бюджет не увеличится, потому что самое весомое обычно в нашей продуктовой корзине – это мясо и рыба. Преимущество флекситерианской диеты – это комфортное чувство, как психологически, так и со стороны пищеварения. Вес снижается плавно, без срывов. Тут впору применить фразу «организм работает как часы». И это действительно так. Флекситерианская диета подходит как стиль питания на всю жизнь. Ее можно подстроить под свои вкусовые предпочтения и сделать совсем не похожей на такую же флекситерианскую диету другого человека. Бутерброд из цельнозерновой муки с хумусом или сыром тофу и авокадо, украшенный листьями салата и нарезанными овощами. Суп на чечевице с добавлением восточных приправ не оставит вас равнодушными. У вас обязательно возникает желание повторить еще. Снижайте вес себе во благо. Я рекомендую пользоваться флекситерианской диетой как временная мера, чтобы подтолкнуть вес к снижению, если он остановился, и как постоянное полноценное питание. Ставьте лайк, если захотелось стать флекситерианцем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. А это была Сверлана Негичук, ваш любимый диетолог. Скоро увидимся. Пока-пока.